Первые признаки распознать очень сложно. Вся проблема заключается в чем? Что человек может быть заражен, но инфекция проявится через год. Положительные результаты анализа будут. Первичные симптомы очень неспецифичны. То есть это может быть и гриппоподобный синдром, это может быть и повышение температуры, увеличение лимфоузлов, слабость, недомогание. Это может быть диарейный синдром, то есть жидкий стул. И понять, что человек... Сыпь может быть разнообразного характера. И понять, что человек заболел ВИЧ-инфекцией, сразу практически невозможно. Хотя бы раз в год каждый пациент должен сдавать анализы на ВИЧ. Это первое. Второе. Мы сталкиваемся с тем, что когда у пациентов даже выявлен положительный результат, они, к сожалению, приходят к нам на терминальных стадиях. То есть на стадиях, когда уже сделать что-то, очень поздно. Сейчас самые большие достижения в науке то, что ВИЧ можно не то что победить, но приостановить это заболевание. Пациент может долго жить и 30, и 40, и до 70, до 80 лет. Самое главное – получать противовирусную терапию. Противовирусная терапия, конечно, она достаточно сложная, но она способствует тому, что у человека постепенно поднимается иммунитет. Противовирусная терапия. Противовирусная терапия.